добрый вечер друзья всех рады видеть на эфире те кто присоединится сейчас и те кто будет смотреть в записи по вашим просьбам по вашему голосованию я обнаружила что тема границ оказалась не исследованы и если мы зададим вопрос вообще кто нам когда-либо говорил о личных границах можно ли их нарушать что такое нарушение границ какие не бывают какие виды границ вообще бывают какие способы защиты свои границы и отстоять отстоять чужие границы вообще тема границ для меня оказалась жизни неопознанным предметом я подумала что даже в школе нигде никогда ни в одном из предметов нас не учили что же такое личные границы но сейчас являясь психологом консультируя людей я вижу что именно эта тема является такой важной и наверное особой проработки всех остальных тем так как тема любви и взаимоотношения одна из базовых тем с которыми обращаются люди во время консультации то тема границ она просто основополагающие и ребенок во время своего взросления проходит вот эти периоды периодизацию взросления и на каждый период времени вот эта тема границ она звучит по-особому и сегодня именно в этом эфире мне бы хотелось очень подробно остановиться на этой теме теме границ и сегодня те кто будет очень внимательны и те кто будет терпеливы в конце я просто поделюсь с вами очень такими полезными скриптами которыми я считаю должны обучать в школе должны обучать в университетах для того чтобы люди могли экологично общаться так как в наше время наблюдаю что большинство конфликтов в семьях недоразумение только от того что люди не соблюдают не видят не чувствуют границы других людей и не осознают свои личные границы и поэтому это очень важная тема которой сегодня я и хочу поговорить присоединяемся потихонечку и поговорим сегодня о таких моментах как виды границ типы границ как защищать свои границы причины почему границы нарушаются и о многих других темах но прежде чем мы с вами будем говорить о границах хочу провести с вами небольшой тест для того чтобы определить нарушается ли ваши границы или у вас на самом деле все с границами в порядке поэтому я попрошу вас чтобы вы взяли ручку и бумагу но возможно вы можете в уме или будете писать в комментариях ниже тогда я буду знать что вы будете выполнять эти задания и я буду вам говорить высказывание и вы будете отмечать да или нет присутствует ли это вашей жизни или нет если да вы пишете да если нет значит нет мы пройдем своего рода такой тест или анализ или диагностику небольшую для того чтобы определить именно тему границ вашей жизни конкретно тема границ она очень обширна я постараюсь наверно то что смогу основы такие базовые моменты проговорить но остальное конечно на моих курсах семинарах вебинарах и личных консультациях мы проходим ну что начинаем итак как же у нас с личными границами для того чтобы это определить ответьте на 10 таких пунктов ответьте да или нет итак первый пункт ты можешь дать отпор когда кто-то без спросу пользуется твоими вещами личными или деньгами вот если да если вы можете дать отпор тогда пишите да если нет значит пишите нет прямо в комментариях привет дорогие кто присоединяется мы сейчас пока проводим диагностику личных границ нашей жизни если вы можете дать отпор тем людям которые пользуются вашими личными вещами или деньгами без спроса можете ли вы дать отпор если да то пишите да если нет значит нет второй момент второе утверждение которое я произношу вы говорите да или нет да девчонки пишите прямо в чат да или нет да да вот пока присоединяются я провожу маленькую диагностику на тему личных границ и тогда вы сможете осознать что у вас с границами так да хорошо дальше я с трудом говорю нет человеку который у меня о чем-то просит о чем я не могу что-то не сделать но при этом я испытываю вину и и часто оправдаю оправдывая оправдываюсь перед этим человеком да или нет как вашей жизни то есть я с трудом говорю нет и оправдываюсь или испытываю чувство вины когда говорю нет вот пишите да или нет есть в вашей жизни такой линии третье я регулярно занимаюсь делами проблемами других людей в ущерб себе хочу заметить девочки что заниматься проблемами других людей это прекрасно но тут очень маленькая помарка в ущерб себе поэтому давайте пишем да или нет четвертое общаешься с людьми которые общаются или обращаются с тобой плохо и ищешь им оправдание вот очень важно посмотреть эта тема окружения тех людей кто с тобой которые как-то общаются или обращаются с тобой да марина пишет уже нет это радует да мариночка ты молодец ты прошла курс консультация ты уже научилась выстраивать коммуникации но это хорошо то есть мы говорим о тем о том что общаемся с теми людьми которые с нами не очень хорошо общаются и ищем оправдание их поступкам да или нет пишите в чат пятый пункт тебе трудно просить ну девочки знает вот этот пункт кстати очень распространены трудно просить Иногда, кстати, кто-то говорит, мне не трудно просить. Кто-то говорит, мне трудно просить, я один раз попрошу, а второй раз уже не попрошу, если мне не дают. Давайте мы так, в общем, трудно просить, даже второй, третий, четвёртый раз. Вообще трудно ли вам в жизни просить? Шестой пункт. Шестой пункт. Я в отношения вкладываюсь больше, чем получаю. Вот очень важно, знаете, обычно коммуникация или партнёрство, оно состоит 50 на 50. И вот здесь вот отследите, пожалуйста, вы вкладываетесь в отношения больше, чем получаете. То есть обоюдное у вас или не обоюдное? Вот, отлично, хорошо, то есть напишите, кто да, кто нет. Седьмое. Чувствительно к критике, да или нет? То есть смотрите, критики это можно и в соцсетях, и личное, на личный счёт, и прилюдно, вот как всякому роду критики. И конструктивное, и деструктивное, вот как вы себя чувствуете. Чувствительно ли вы критики или нет? Пишите да или нет? Дальше. Восьмое. Не могу обеспечить своё время себе самой на уединение. Так, Марина пишет, просить трудновато, но я не обижаюсь, если отказывать. Хорошо. Вот давайте ещё один пункт. Трудно уделить время себе или найти время на уединение. Очень важный пункт, потому что иногда в ущерб себе мы уделяем и отдаём всё время другим детям, мужу, работе. И вот как бы вот эта тайная комната у нас отсутствует. То есть вот не зря даже в Библии это место, что пойди в комнату твою, запри дверь за собой, и твой отец, видящий тайное, воздашь себе явно. Но для того, чтобы отец небесный увидел нашу тайну, у нас хотя бы по минимуму должна быть эта тайная комната, которая закрывается, и никто не имеет права туда заходить. Вот это очень важный пункт личного пространства, личной тайной комнаты, где ты уединяешься минимум один раз в день обязательно. Вот пишите да или нет, девочки, есть ли у вас время для уединения, да или нет. Так, девятое. Часто испытываешь гнев? Ну, вот это, наверное, пункт такой, когда у нас гнев за какое-то действие, которое делают наши близкие или даже неблизкие, или бездействие. Вот тут неважно. То есть у вас часто гнев на поступки или, наоборот, бездействие других людей. Так, Марина говорит, у меня есть тайная комната, круто, рада за тебя, молодец. Итак, пишите про то, что, про испытывание гнева в вашей жизни, да, или нет, часто ли вы испытываете гнев? И последнее, девочки, мы уже заканчиваем нашу диагностику. Последнее – это втягиваешься в разговор на те темы, которые тебе неинтересны. Ну, часто бывает, когда кто-то общается где-то, тебе эта тема неинтересна, но как будто тебе нужно поддержать тему, и ты вклиниваешься в разговор. Часто ли у вас бывает или нет. Ну, вот эти 10 пунктов, давайте мы их записывали у нас в чате и проследите, есть ли у вас больше плюсов или больше минусов. Ну, так как мы говорим на тему границ, значит, большинство плюсов говорит о том, что у вас с границами, что у нас, не в порядке? А если у нас, конечно, я злюсь, бывает и гнев, да, конечно, девочки, мы можем злиться, но здесь, опять же, мы потом поговорим про это в контексте границ. И сейчас мы всё-таки вот давайте разберёмся с темой границ, да, поисследуем, какие у нас открытые вообще границы, закрытые, размытые или здоровые границы, чтобы мы понимали, что к чему. И вообще давайте посмотрим, какие виды границ бывают. Ну, конечно, вы понимаете, что есть физические границы, это наше тело и наше пространство. И мне кажется, что вот в школе нужно прям вводить уроки по личным границам, что касается твоего тела и твоего личного пространства. Где-то в западных странах там оговорено, что личное пространство не нарушается, когда я разговариваю с тобой, мне нужен минимум метр. В наших, кстати, странах постсоветского пространства об этом ничего не говорится, то есть люди могут подходить прямо к тебе вот так, и они не чувствуют, что они нарушают твои границы. И очень важно говорить о своих границах, как тебе приятно, чтобы к тебе подошёл, на каком расстоянии человек общается с тобой. Приятно ли тебе, когда тебя трогают, или тебе это неприятно. И вот выразить тоже, обозначить свои границы, это очень важно. И, кстати, в детском возрасте, в подростковом возрасте это особо важно, потому что там начинают нарушаться именно личные границы, личные границы пространства, комнаты, когда родители входят в комнату без стука, когда берут вещи ребёнка, когда он занимается каким-то делом, ему вдруг резко надо родители, чтобы ребёнок что-то сделал, и они его прерывают. То есть какие-то границы, когда прерываются у ребенка, то есть мы сегодня говорим в обоюдно, когда наши границы нарушают, а когда мы границы чьи-то нарушаем. И вот в контексте детского возраста, если мы воспитываем детей, мы уже самого раннего возраста, почему мы говорим, вот твоя вилка, вот твоя ложка, вот твое полотенце, для того, чтобы с младенчества человек маленький понимал, что есть какие-то границы, есть моя комната, есть мои игрушки, моя ответственность. И вот если ребенок не приучен, и, кстати, граница это своя кроватка, да, и очень часто допускают родители, мама с папой, что дети спят с ними до большого возраста, это, кстати, девочки, отдельная тема, и тогда развивается ДИПО в комплекс или комплекс электро, если интересно, вы мне пишите, я об этом эфир отдельно проведу, и это очень такое, ну, интересная тема, о которой можно поговорить, но сегодня не об этом. Поэтому вот физические границы, конечно, конкретные прикосновения, нравится, когда человек ко мне подходит и сразу обнимается или нет, то есть вот мы должны сами знать, что нам нравится, что нет, чтобы потом не впадать в такие ситуации, когда происходит именно сексуальное насилие в подростковом возрасте или даже во взрослом возрасте, когда девочки просто не знают личных границ, их родители не учат, что это твое тело, что только ты можешь иметь власть над этим телом, что никто не может другой использовать его, но это тоже долгая тема, не будем на ней заострять внимание. Поговорим о других видах границ. Это психологические границы. Наверное, для нас они более важны. Что такое психологические границы? Когда люди манипулируют психологическими границами другого человека, вводят или погружают его в чувство вины или, например, дают какие-то советы непрошенные. То есть вы, наверное, чувствовали, что когда психологические границы нарушаются, это очень частая история, когда кто-то начинает манипулировать кем-то, навязывать вину кому-то. Но вот это психологические границы. Мы сейчас кратко-кратко рассмотрим виды границ. Также бывают социальные границы. Вот когда мы идем в социум, ребенок в школу идет или подросток уже развивается в старшей школе, в университет, на работе. У каждого из нас формулируются свои личные границы. И вот эта связь социума очень важна. Тоже выстраивать границы, личные границы и не нарушать границы другого человека. И это тоже важная такая деталь, что социальные границы, они тоже существуют. Мы живем в социуме. Если бы мы жили в необитаемом острове, где нет людей, то границы как бы чьи-то не могут быть нарушены. Но когда мы идем в социум, мы всегда должны понимать, что за этим стоит. Так, Ирина пишет постоянно, дает мне советы, что-то делает. Да, кстати, это по поводу вот этих эмоциональных границ и социальных. Кто-то дает совет без спроса, мы об этом поговорим. И духовная граница. Если мы, девочки, переходим на еще высший уровень. Духовная граница – это тоже, знаете, наши ценности, идеалы, вера в Бога. И очень часто бывает так, что многие люди вмешиваются или нарушают наши именно духовные границы. То есть они всегда хотят сказать, как правильно, как нужно, становятся в роль учителя и хотят навязать даже духовные границы. Хотя это личное дело каждого. Я считаю, что мы можем присоединиться к чьему-то опыту, когда мы видим, что чей-то опыт наиболее успешен, прекрасен, изучить что-то. Но внедряться и говорить, как нужно или как не нужно – это, опять же, нарушение духовных границ. И очень часто сталкиваюсь с тем, что люди, знаете, как есть темы табу, секс и деньги, вот еще есть темы табу, как духовная тема. А когда человеку очень некомфортно говорить о своих духовных мировоззрениях, о духовных каких-то ценностях, потому что то, что он может выразить, не понравится другим или не соответствует убеждениям других людей. Поэтому здесь тоже очень нужно быть внимательным, чтобы ваши границы не нарушали, чтобы вы могли спокойно, естественно, проговорить то, во что вы верите, то, в кого вы верите, и что вам это дает, и как вам это помогает. Поэтому духовные границы – это тоже важно, такая вещь, которую обязательно нужно защищать или хотя бы осознавать. Ну что, все-таки мы поговорим про эти типы границ, какие они могут быть. Конечно, мы говорили, что есть таких три вида. Это размытые границы, закрытые границы и здоровые границы, конечно же. И вот буквально пару слов про каждый тип границ. Ну, что такое размытые границы? Девочки, вы, наверное, часто встречаете, когда мама приходит к врачу и говорит, «Ну вот мы болеем, мы покушали, мы сходили в туалет». И это нормально, когда ребенок младенец или когда ребенок до года. То есть мама с ребенком одно целое, и мы можем говорить «мы», то есть я и ребенок «мы». Но когда приходит подросток к врачу, и мама говорит тоже за него «мы ходили, мы делали», то есть это слияние. То есть что такое размытые границы, когда человек сливается с другим человеком? Можно привести другой пример, когда муж сливается с женой. И тоже отвечает, ну, когда там местоимение «мы», оно обобщает «мы» решили, «мы» сказали. То есть нет вот этой идентичности, самой идентичности, то есть слияние в семье. Я без тебя не могу жить, ты без меня тоже. И как только человек начинает делать то, что ему нравится, то вдруг как будто жена начинает возмущаться. Ты нарушаешь мои границы, потому что мне это не нравится. То есть когда происходит слияние, и вот это, знаете, тогда это уже созависимое отношение, когда женщина говорит «я не могу без тебя жить, я без тебя тоже не могу жить». Я, например, считаю, что брак – это когда мне хорошо одной жить, и тебе хорошо одной жить. Но мы вместе только для того, чтобы делать ещё нашу жизнь лучше, то есть служить друг другу. То есть это не про то, что если тебя не будет, то моя жизнь закончена. Или если меня с тобой не будет, то твоя жизнь закончена. Это тогда, знаете, отношение, которое похоже на инвалидные отношения. То есть я инвалид, и мне нужна помощь постоянно, да, я без тебя не справлюсь, поэтому как бы я с тобой. И в браке очень часто бывает, что вот именно так происходит, как люди живут как инвалиды. Я без тебя не смогу, и наоборот, я без тебя не смогу. Но брак – это наоборот то, когда мы служим друг другу, когда мы отдельно самостоятельные люди, мы можем справиться, мы целостные, наши части личности тоже целостные. И мы вместе для того, чтобы сделать нашу жизнь ещё лучше. Что ещё, или где мы ещё можем наблюдать вот эти размытые границы? Ну, наверное, вы видели это в семьях, в отношениях. Почему сегодня хочу об этих границах говорить? Всем известный нам треугольник Карпмана. Слышали, наверное, об этом, да? Когда есть такой треугольник, преследователь, жертва и тиран, и спасатель. То есть есть жертва всегда в отношениях, есть тот, кто спасает, и есть тиран, который угнетает, давит и так далее. И посмотрите, вот в разных сферах отношениях вы где-то можете являться жертвой, говорите, как мне плохо, как мне больно, и кто-то всегда есть, как мама или подруга, ой, какая ты бедненькая, несчастненькая, он тебя спасает. И тиран – это тот, кто в семье вам доставляет неудобства. В других отношениях вы, наоборот, тот тиран, который говорит, смотрите, какая она такая-сякая, вот я не понимаю, как она так может, или дети иногда могут быть нашими жертвами, и мы такие учителя, знающие, как им нужно, да, а бабушки прибегают в роли спасателей. И вот этот замкнутый круг, он всегда, или круг-треугольник, да, мы в разных ролях. Это тоже, девочки, всё про размытые границы. Есть такие границы, как закрытые границы у человека. То есть мы говорим о том, что иногда приходит кто-то, спрашиваешь, как дела? Нормально. Как настроение? Нормально. Ну, то есть человек вообще закрывает себя, он не хочет разговаривать, и видно, что к нему не постучишь, не откроешь его дверь, он просто закрыт. Но об этом мы чуть-чуть позже поговорим, потому что иногда мужья реально приходят домой вот с таким настроением, и это не говорит, что у них закрытые границы, просто он свой объём словарного запаса выговорил на работе, и когда он приходит домой, ему нужно просто отдохнуть. И уже тот объём слов, которые он должен был за день проговорить, он проговорил, и уже дома у него не хватает запаса слов. Поэтому это тоже нормально. То есть мы всегда рассматриваем всё в контексте. Ну и, конечно, поговорим про здоровые границы, и что в моём представлении здоровые границы, когда я могу сказать любому человеку в моей жизни, что я — это я, ты — это ты, у меня своё дело, у тебя своё дело. Я живу не для того, чтобы оправдать твои ожидания, и ты тоже живёшь не для того, чтобы оправдать мои ожидания. Девочки, вот как вам отзывается определение здоровых границ вот именно таким образом? Когда я — это я, ты — это ты, у тебя дело в своей жизни своё, у меня своё, и никто не должен оправдывать чужие ожидания. Вот это и есть здоровые границы, когда я могу быть собой и даю право каждому быть им собой. Хорошо. Ну что, давайте мы поговорили про типы границ. Сейчас я хочу сказать про законы здоровых границ, про какие законы хотелось бы отметить. Итак, первый закон. Все действия имеют последствия, да, и почему я хотела поговорить именно про этот закон? Потому что вот закон сияния и жатвы, он действует всегда. И то есть, смотрите, все действия имеют последствия. Это про то, что иногда мы... Вот я такую фразу вам прочитаю, потому что я её себе записала, чтобы не забыла. Всё, что со мной происходит, это на то, это всё то, на что я дала позволение, или что создала в своей жизни. Да, Настя пишет, что такие фразы реально нужно записывать и тренироваться на проговаривание слов, 100%. И вот это вторая фраза, Настя, кстати, да, что всё то, что со мной происходит, это то, на что я дала согласие, или то, что сама сотворила в своей жизни. И очень часто, знаете, в консультациях бывает, приходит женщина и жалуется, вот муж такой-сякой, а на самом деле мы сами даём позволению ему быть таким-сяким. То есть если бы мы выстроили границы и чётко сказали, как нам нравится, как нам не нравится, как бы мы хотели видеть, что бы мы хотели говорить или не говорить, как бы мы хотели себя чувствовать. И вы знаете, вот в браках, я просто говорю, вот эта тема, она основная, с чего нужно начинать или обучать молодые пары. Иногда ожидание одни, а в браке совершенно другое. И самая такая распространённая проблема – это сексуальных отношений. Вы знаете, когда не выстроены границы там, в этой сфере, тогда караул кричит, и тогда в жизни всё летит, и никто не понимает, в чём проблема. Но здесь нужно просто в этой сфере навести порядок, выстроить границы, потому что женщина не может сказать, как ей приятно, как хорошо, потому что она боится этим обидеть. Но мы, кстати, дальше поговорим про вот эти причины, почему мы боимся отстаивать или выражать свои границы. А мужчина в то же самое время тоже старается быть на высоте и хочет что-то сделать лучше или хуже, для себя, лучше для кого-то, или наоборот, ему не важно, как кому-то. Ну ладно, девочки, тему секса я, наверное, отдельный вебинар сделаю. Настя пишет «Согласна». Это закладывает наше убеждение, когда мы с кем-то согласились. Да, то есть это про то, что мы с чем-то согласились, и мы потом опять же жалуемся, что нам кто-то или что-то не даёт. Это первый закон, да. Второй закон. Девочки, закон ответственности. Вот мне понравилась такая фраза, что мы отвечаем друг перед другом, но не друг за друга. Вот это очень важно. Друг перед другом отвечать – это важно, да, в семье, в отношениях, где-то на работе, но не друг за друга. То есть я не могу отвечать за тебя, за твои мысли, за твои чувства, за твои поступки, но вот нести ответственность хотя бы за свою жизнь. Третий закон. Мы не имеем власти меня от других. То есть иногда власть, она… Ну, например, я как мама могу иметь власть над своими детьми. Но, знаете, имея эту власть, я тоже не имею права нарушать границы своих детей. То есть власть, она как бы… Власть менять, изменять. Я хочу, чтобы они стали лучше. Это нормальное желание мамы. Но очень часто в браке мы, меняя другого человека, влазим в его границы. То есть мы знаем, какой он должен быть, и его начинаем переделывать, начинаем ему говорить, как правильно, и влазить туда, куда не нужно совершенно. Там кто-то лезет в телефон, в личные вещи, контролирует через пять минут, звонит, ты где, а когда ты приедешь, а где ты сейчас едешь, и вот этот контроль, в общем, личные границы полностью нарушается. Так, чтобы не затягивать, потому что поздно. Четвертый закон. Я записала закон уважения. То есть, да, уважение чужих границ. Ну, это очень важно. Наверное, долго не буду на этом застрять внимание. Мы понимаем, что важность уважения чужих границ – это основополагающий принцип. И еще один закон забора. То есть, границы мы забор или какую-то границу устраиваем для, а не от чего-то, да. То есть, мы всегда сделаем что-то для улучшения, а не от чего-то, да, как бы для безопасности, а не от того, чтобы кого-то обидеть или оскорбить. Ну, и последний закон – это закон сообщения. Вот это про то, что мы говорили. Скажи, что тебе нравится, скажи, как тебе хочется, и тогда человек будет знать. И самая большая ошибка всех женщин, что они думают, что их мужья додумаются, или их начальники, или их партнер. И очень часто мы всех судим по себе, по своему мышлению. Мы думаем, если мы это понимаем, то и другой человек это понимает. Но на самом деле это не так. Друзья, нужно всегда проговаривать четко и ясно. Говорить сообщения, сообщать человеку. Потому что наша иллюзия о том, что он понимает, как мы хотим, что для нас важно, что для нас ценно, она не работает. Всегда нужно сказать и сообщить, что мы хотим, как хотим, для чего, как нам приятно, как нам неприятно. Потому что не сказав это и требуя человека определенного отношения, мы его не получим. Поэтому первое обязательно сообщение – это первый закон, который вы должны использовать. Ну что, и какие-то небольшие я написала себе причины, почему мы теряем границы. То есть первое – мы боимся страх потерять любовь. Потерять любовь. То есть как только я сообщу о своих границах, меня не будут любить. И, кстати, это такая повальная история. Мы боимся потерять любовь мамы, папы, мужа, потому что обозначить свою границу – это опасно. Потому что как только я скажу, как мне нравится или не нравится, мне почему-то кажется, что меня перестанут любить. Но, друзья, это совершенно такая иллюзия, что мы имеем право в семье сказать, что я не люблю овсянку. И это нормально. Вы знаете такую притчу, кстати, когда кто-то, наверное, читал, когда там собралась семейная пара после 50 лет прожитой жизни, и женщина отрезает горбушку мужу и подаёт. А муж говорит, дорогая моя, я думаю, что после 50 лет жизни я могу тебе сказать, я всю жизнь ел горбушку, но я так люблю мякиш, ну или мягкий хлеб. Но из-за любви к тебе я всю жизнь ел горбушку. А жена говорит в ответ, дорогой мой муж, я самое лучшее всегда отдавала тебе. Я самое лучшее, то что люблю, это горбушку отдавала тебе, служила тебе. И представляете, прожив 50 лет совместной жизни, они обнаружили, что они кушали всю жизнь то, что они не любили. И это про то, о чём мы говорим, всегда нужно говорить то, что тебе нужно, тебе нравится, тебе приятно, то есть обозначать свои границы. И не надо тогда терпеть 50 лет совместной жизни, чтобы сказать о том, что тебе нравится или не нравится. Но всегда есть страх, что как только я об этом скажу, меня разлюбит. Страх одиночества – это один из страхов, который нас всегда мучает, что как только я скажу, значит, меня бросят, меня оставят. Это стадное такое, знаете, мышление, когда мы, как будто вспоминают этот рептильный мозг, говорит, что когда я в стаде, мне безопасно. Но как только я отобьюсь от стада, меня что, мамонт съест? Ну или что-нибудь ещё, да, или волк догонит. Но это про то, что наше стадное мышление, иногда нам очень опасно оторваться от стада. Вот это одиночество, как будто если я проговорю о своих границах или о том, что мне важно, что я хочу, как будто сразу от меня отрекутся или оставят меня. И вот этот страх одиночества на самом деле один из страхов. Страх, что… Страх ещё вызвать гнев. То есть когда я скажу о том, что мне нравится, о своих границах, я вызову гнев мужа, мамы, папы. Но поверьте, в своей практике я с этим тоже сталкивалась. И я знаю, дорогие мои, что это на самом деле, это всё ложь. Это обман, когда мы думаем, что проговорив о своих границах, мы вызовем гнев у наших родных, близких людей. На самом деле это им помогает ещё больше узнать и сделать нам приятно. Так как наши близкие родные любят нас. И как только мы проговариваем то, что для нас важно, полезно, удобно, приятно, это делает жизнь ещё их легче. Дальше. У нас есть чувство вины и стыда. Да, почему-то есть это чувство проговорить то, что нам важно. И в своих консультациях я часто задаю такие задания или вопросы женщинам, почему до сих пор ты не поговорила с тем, с кем ты живёшь. Но очень страшно, обидно, есть чувство вины, чувство стыда, у кого-то чувство гнева. Проговорить, потому что это стыдно сказать о своих чувствах. И это как будто ненормально говорить о том, что ты чувствуешь. Я говорю, почему поговорить сложно? Ты же не будешь обвинять его и говорить, какой ты плохой, ты мне всю жизнь испортил. Ты не говори, никого не обвиняй. Ты только говори про себя, про свои сообщения. Говори из сообщений ямы, о которых, о я сообщениях мы поговорим попозже. Но вот когда ты говоришь про себя, что мне неприятно, мне некомфортно, я обижаюсь, я чувствую обиду, мне больно, я чувствую каждый раз сопротивление, я чувствую грусть. Ты говоришь только про себя, ты не обвиняешь никого. Но почему-то очень трудно, и я понимаю, как это я проходила это. Ну, конечно, у нас у всех представления любви такие неверные, потому что для нас любовь, это та любовь или концепция любви соответствует той любви, которую мы увидели в семье. И если папа бил маму или поднимал руку, то для нас любовь – это боль, да, или какая-то агрессия. И поэтому в жизни очень часто мы притягиваем агрессивных партнёров и говорим, почему я такого притянула. Да потому что для нас любовь – это и есть агрессия. Чем мы занимаемся на консультациях? Это вот развязываем вот эти звенья, цепи, которая в голове нейронная связь сформирована. Мы притягиваем сейчас вот эту агрессию в свою жизнь и такое отношение. На самом деле всё решаемо. Ну, мы уже говорили, да, созависимые отношения. И часто страх причинить боль другому человеку. И мы видим, что почему-то в мыслях у женщин, что как только я скажу о том, как я хочу, как мне нравится, как бы мне было приятно, я сразу причиню боль моему человеку. Но, дорогие мои, мы тем самым делаем их инвалидами. Говорим, что ты не можешь, ты не сможешь делать так, как я хочу. То есть обесцениваем человека, не зная ещё на самом деле, что он будет готов и будет рад узнать, что в нашей голове, что мы чувствуем, а не хранить это всё в своём сердце. Ну что, давайте ещё поговорим про шесть способов, как нарушаются границы. Это я быстро пробегусь. Ну что, первое, как нарушают люди границы. Это обвиняют друг друга и перекладывают ответственность за какие-то поступки. Иногда перекладывают и делают кого-то виноватыми. И перекладывают ответственность на кого-то. Второе, они контролируют и дают указания. Ну, я думаю, мы в жизни с вами тоже и мужей контролируем, и детей даём указания. Это тоже вот нарушаем границы чужих. Дальше, мы оцениваем. Очень часто, особенно женщины, любят оценивать. Или внешность другой женщины, или брак другой женщины оценивают. Но на самом деле, когда мы смотрим друг на друга и оцениваем, это мы уже нарушаем чужие границы. Даже вчера вот случай был на женской встрече в Ляхове. Женщина говорит, я сделала губы, и я, в принципе, сделала то, что я хотела. Как-то губы сделала. Но почему-то все начали подходить и близкие люди говорить, что ты сделала, это ужасно, что ты сделала со своими губами. То есть, понимаете, это полностью нарушение вот этих личных границ, когда кто-то начинает давать тебе советы, которых ты не просил. То есть, даже, друзья, когда вы отслеживаете, что в вашей голове появляются мысли, что вы думаете о ком-то и начинаете кого-то оценивать, сразу ставьте себе стоп. Я запрещаю себе это делать. Это его жизнь. Он сам справится, он сам это выбрал. Я не беру ответственность за его действия, поступки и мысли. Поэтому любая оценка, когда ее не просят, это уже нарушение личных границ. Так. Ну, помните, я говорила про то, что если мы пользуемся или позволяем кому-то пользоваться своими личными вещами или деньгами, это прямое нарушение границ. Жалобы и использование других как жилетку. Ну, девочки, слово «жалобы» – это, наверное, само себя говорит. «Жалобы», да, от слова «жало». То есть, мы жалим кого-то, когда мы жалуемся кому-то. Поверьте, ваши жалобы и в жилетку, когда вы плачете, вам не поможет. Идите к профессионалу, к психологу, разбирайте клубок ваших проблем, которые имеют триггер, триггер проблема, а треки, то есть, те ситуации, которые вызвали эту проблему, они далеко-далеко не в этой ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Поэтому идите к профессионалу, разбирайтесь профессионально, а не подружки в жилетку или еще кому-то найдете поплакаться. Не поможете ни себе, ни ему. Только, знаете, энергию свою отдадите, и иногда это бывает против вас. Согласны? Ну, дайте какие-нибудь обратные связи. Девочки, интересно или нет, я уже хочу сейчас подходить к более конкретному, чтобы дать какие-то практические вам советы, что прям этим, такие, памятку прям, чтобы мы могли выйти из этих таких ситуаций. Так, ну, про личное пространство мы поговорили, да? Про то, что не нарушаем пространство других и свое не даем нарушать. То есть, стучим в комнату, то же самое, дети отдельно спят от родителей. Ну, это что касается семейного отношения, ну, не будем долго. Итак, все-таки как же мы защищаем свои границы? Ну, первое, смотрите. Первое, как защитить это словами. Смотрите, нам Бог дал прям наш рот, да? Это вторая сигнальная система. Первое, мы видим там запахи и рот. Это то, что нам дал Бог для того, чтобы говорить. То есть, у нас есть слова. И слова, они для того, чтобы и есть, чтобы говорить о том, что нам хорошо, что нам плохо. И первое, мы должны сказать вот о своих потребностях, о своих чувствах, да? И второе, что это, наверное, быть честным с самим собой, когда мы говорим. Понятно, что не надо прям в агрессии говорить честность. И не путайте, пожалуйста, честность с хамством. Хамство иногда прям путают с честностью, говорят, ну, он честный. Это не честность, это хамство. Подумайте, обдумайте, и потом честно скажите, я не хочу тебя убежать, но для меня то-то и то-то. То есть, честно, что вам нравится, не нравится, там, по поводу личных границ, личного пространства, личных каких-то психологических, физических, социальных, духовных границ и так далее. Дальше, последовательно мы должны делать. То есть, если мы сказали А, то как бы скажи Б. Иногда мы только скажем одну фразу, мне неприятно, но не договорим дальше. И поэтому дальше, через две минутки, я поделюсь с вами фразами, прям вот такими скриптами, которые помогут вам прям проговаривать, своим мужьям, своим начальникам, своим подругам, вот эти слова, которые просто развернут вас и ваших собеседников, чтобы они вас понимали, а вы могли экологично донести то, чего вы хотите. То есть, последовательно, да? Дальше, если человек не понимает, знаете, я говорю, есть три таких типа дистанцирования. Последним этапом является эмоциональное дистанцирование. То есть, когда вы говорите человеку, что вам комфортно, некомфортно, он услышал вас, вы чётко и внятно произнесли, но он не понимает и второй раз нарушает вашу границу, вы, как говорится, последовательно говорите, я предупреждаю, ты нарушил эту границу второй раз. Так же вы можете с детьми поступать. Ты нарушил эту границу или это условие второй раз. Следовательно, я делаю эмоциональное дистанцирование. То есть, я тогда не даю тебе внимания. То есть, это с теми людьми, которых мы хотим просто отдалить немного от тебя. Вы знаете, что есть такие токсичные люди, которые не чувствуют, не видят, не слышат. И я думаю, что от таких людей нужно избавляться вот таким эмоциональным дистанцированием. То есть, мы какие-то рамки чёткие проговариваем, что если так, то так, если не так, значит не так. То есть, чётко и понятно, чтобы человек понял. То есть, и применяем. Самое важное, девочки, если мы сказали, нужно сделать. Это не про то, что мы сказали, если ты не будешь там то-то и то-то, то я то-то, то-то, и не сделали. Вот тут очень важно, если вы проговорили и дали таких три шанса, и человек не услышал, значит, мы что? Чётко выполняем свои обязательства. Если вы сказали, я не буду с тобой общаться, не буду тебе звонить, Они начнут звонить, а не вдруг сразу сдаться через два дня и сразу начать звонить. Ну что, всё-таки подходим к основному способу, да, как защитить свои границы. Итак, первое, как я сказала, это я-сообщение. Девочки, вот это спасательный круг для всех ситуаций. Те, кто со мной знаком, знают, что у меня есть много вебинаров на Ютубе. Кстати, можете подписаться на мой канал про чувства, эмоции, где я вот рассказываю как раз про я-сообщение. И это очень важно. Сейчас я вам хочу прям дать такую схему, как мы можем говорить. Ну, например, смотрите, вот то, что я вам скажу. Первое, вы должны проговорить факт. Потом вы должны проговорить свои ощущения. Потом вы должны проговорить воздействие. И потом желание. Вот я сейчас вам на примере приведу. Смотрите, человек опоздал, и вы что говорите? Ты опять опоздал. Смотрите, это сообщение не я, а ты. Ты говоришь, ты опоздал. То есть ты обвиняешь человека, говоришь, ты опоздал. Давайте вот это «ты опоздал» трансформируем в «я» сообщение. И как бы вы могли сказать по-другому? Когда ты опаздываешь, я огорчаюсь. Поэтому мне приходится мерзнуть, или мне приходится там, ну, вот вы в свою там ситуацию, да? И поэтому я хотела, чтобы в следующий раз ты бы мне предупреждал или там говорил заранее. То есть не важно, то есть контекст, не важно то, что вы будете говорить. Главное соблюсти вот эти четыре факта. То есть факт, потом ощущение ваше, потом воздействие. И последнее ваше желание. То есть вот давайте напишите любую фразу сейчас в комментарии с местоимением «ты». «Ты там надоел», «ты не делаешь, не моешь посуду», «ты не зарабатываешь». И вот мы попробуем трансформировать это в «я» сообщение. Любую фразу, когда вы кого-то обвиняете. Давайте даже к ребёнку, который мы предъявляем претензии, или к мужу, или к маме. Вот любое сообщение, которому мы говорим «ты» что? Вот «ты» и мы попробуем сейчас с вами вместе трансформировать. Давайте, девчонки, пишите в комментариях, я жду. И я прямо вам сейчас дам скрипты, когда мы берём вот прям и говорим вот эти фразы. Я говорю, мне кажется, надо их записать, повесить себе куда-нибудь на холодильник, на зеркало и постоянно проговаривать. Так, ревнуешь, хорошо, Лариса, смотрите, давайте. «Ты постоянно меня ревнуешь», да? Вот давайте в «я» сообщение переведём, да? Первое, мы говорим факт. Когда ты, мы говорим «ты ревнуешь», да? То есть, когда ты реагируешь таким образом, и реагируешь, ну, например, мы говорим, ревность как проявляется, ну, например. Так, Марина пишет, ты опять ничего не сделала. Давайте про ревность. Когда ты ведёшь себя таким образом, что говоришь мне, что я там или кто-то на меня обращает внимание, я расстраиваюсь, мне это неприятно, да? То есть, мы сказали, поэтому мне приходится по ночам плакать, или поэтому мне приходится об этом много думать. «Я бы хотела, чтобы ты мне доверял, потому что я на самом деле тебя очень люблю. И в следующий раз, если у тебя будет мысль ревности зайдёт в твою голову, спроси меня на самом деле, люблю я тебя больше, чем того, кому ты меня ревнуешь». Ну, это вот так вот, да, на скидку. Так, Марина написала, ты опять сегодня ничего не сделал. Когда я вижу, что ты каждый день ничего не делаешь из того, что я попросила, мне становится очень неприятно, я грущу. И когда я грущу, я не хочу тоже ничего делать, и мы одинаковые становимся. И мне бы очень хотелось, чтобы в следующий раз, завтра, когда я пришла, я увидела, что ты сделал то, о чём я тебя попросила. И тогда я была бы счастлива, я бы сияла, я бы приготовила обед, у меня было бы много энергии, ну и так далее. Так, у нас ещё, ты меня обвиняешь, ты меня постоянно обвиняешь, да? Хорошо, каждый раз, когда я чувствую, что ты хочешь сказать или обвинить, так, даже я запуталась, ты меня обвиняешь, ты меня обвиняешь. Ну, давай, факт говорим, да? Что каждый раз, когда я слышу, что произносятся в мой адрес такие слова, мне становится неприятно, я чувствую себя виноватой. И мне это очень неприятно. И каждый раз меня это прямо расстраивает, и я не знаю, как реагировать на это. Я бы хотела, чтобы в следующий раз, когда ты видишь, что я делаю что-то неправильно, заранее мне подсказывал, или обучил, как правильно, или показал, и я буду прислушиваться. Ну, вот как-то так. Так, Настенька пишет, я чувствую себя бестолковой, когда ты не слышишь меня о том, что я тебе говорю. Хотелось бы, чтобы ты сразу реагировал на мои слова. М-м-м, тут посложнее. Ну, смотри, Настя, я чувствую себя бестолковой. Нет, ну да, на самом деле, да, девочки, самое главное вам перевести в я сообщение и сказать, что я чувствую себя вот правильно, из чувств своих. Мне как-то некомфортно, мне неприятно, я чувствую себя какой-то дурочкой, да, я чувствую себя странной какой-то. Потому что мне кажется, что я говорю, а меня не слышат. Мне бы хотелось, чтобы меня слышали. Для меня это ценно, для меня это важно, когда меня слышат с первого раза. Или даже если меня не слышали, чтобы меня переспросили. Да, вот, Настя, хотелось бы, чтобы реагировали. И мне в следующий раз, как только ты отреагируешь самого, там, первого раза, я буду самая счастливая женщина на земле. Ну ладно, девочки, я вам сейчас прочитаю, я прям выписала, да, для себя какие-то, которые я советую говорить женщинам, вот когда в консультациях, когда они не могут начать разговор со своими мужьями, я прям вот выписала какие-то фразы, которые помогут. Сейчас послушайте, и прям то, что вам отзовётся, напишите. Итак, первое, смотрите. Я не хочу сказать, что ты не прав. Я лишь объясняю, почему я так поступаю. Я не хочу сказать, что ты виноват. Я просто объясняю, что я чувствую, да, что я думаю. Вот эти фразы, как клише такие. Или, например, я не упрекаю тебя, я просто хочу, чтобы ты меня обнял и поцеловал. Вот, девочки, кстати, вот просто иногда наше потребность, чтобы нас просто обняли, поцеловали и всё. А мы иногда начинаем что-то там упрекать, искать причины. Так вот можно, знаете, прям проговорить. Ещё одна вот такая фраза. Я не обижаюсь на тебя, я просто в плохом настроении. Позволь мне побыть с этим настроением или с самой собой наедине. С тобой это совершенно не связано, да. Я просто в этих эмоциях. Вот, девочки, вот эта фраза очень важна. Смотрите, когда у нас плохое настроение, но часто наши мужья, наши дети, наши близкие, они не понимают, что кто-то нас огорчил, обидел. И они всегда делают перенос, что что-то с ними не так. И зачастую в семьях проблемы. Поэтому очень важно, когда вы без настроения, у вас какие-то мысли. А скажите обязательно своему мужу, ребёнку. Поверь, дорогая, с тобой это никак не связано. Просто у меня проблемы на работе. Или мне поступила какая-то смс. В моей жизни тоже иногда, знаете, столько клиентов, какие-то вопросы я решаю. И я даже прочитываю какие-то сообщения, там аудио кто-то мне присылает в директ. Я прочитаю, и всё, я загрузилась, и я уже улетела. Я прям проживаю чувства этого человека, потому что у меня есть дар, да, прочувствовать и сказать нужную вещь, нужную ситуацию. И мне говорят, с тобой ты что, грустишь там, дети? Что случилось? Я говорю, дорогие, к вам это никак не относится, я в своём процессе. Поэтому, девочки, обязательно важно проговаривать, что с вами происходит. И вот это вот, ну, то, что я записала, смотрите, я не обижаюсь на тебя, я просто в плохом настроении, позволь мне побыть в нём. Это с тобой не связано, да? Дальше ещё одна фраза, смотрите. Я не хочу с тобой ссориться, я хочу прояснить, правильно ли я тебя поняла. Девочки, вот это вот прямо шикарная фраза. Так, я так и говорю, но всегда нужно доказать, что это не из-за него. Да, да, кстати, ну, если нужно доказательства, нужно прям как-то ещё больше разложить. Смотрите, я не хочу с тобой ссориться, я хочу прояснить, правильно ли я тебя поняла. На самом деле мы не ссоримся, а проясняем, правильно ли мы понимаем друг друга. И это очень важно проговаривать. И все вопросы или проблемы в семье, когда мы не учимся или не умеем говорить, разговаривать друг с другом. Так, шестое. Я не злюсь над тебя, я просто устала, и мне нужно побыть одной. Двадцать минут. Я через тридцать минут приду и буду тебя обнимать и целовать. Вот это, значит, доказательство, да, вот, Свидиакена, вот, не знаю, как вас зовут, напишите, чтобы я узнала, как к вам обращаться. Смотрите, классно, да, то есть я не злюсь над тебя, да, я просто устала, мне нужно двадцать минут побыть одной, но через тридцать минут я уже приду в настроение и буду тебя целовать, обнимать. Дальше, следующая фраза. Я не собираюсь с тобой расставаться, просто я хочу, чтобы в наших отношениях произошла перемена. Вы знаете, когда уже прям накаленные такие отношения, и действительно проговоря эту фразу, что я с тобой не собираюсь расставаться, но для меня важно, чтобы в наших отношениях произошла перемена, поэтому для меня важно выяснить. Ну и последнее, да, я не хочу тебя терять, ты мне дорог, но так разговаривать со мной нельзя никому и нигде и никогда, да, и я с этим никогда не смирюсь. Девочки, вообще круто, то есть это про то, что наши границы, да, Светлана, спасибо, очень часто нарушаются. Иногда мы чётко должны проставить, что никому, нигде, никогда я не позволю с собой так разговаривать, вести, поступать. Это, кстати, касается физического насилия в семье, да, когда мужчина поднимает руку. То есть если вы это допускаете, значит для вас это норма. И поверьте, если вы подумали, что один раз это случилось, следующего раза не будет, это не пройдёт. Если один раз поднял, значит будет и постоянно. Так, Светлана пишет, иногда просто нет настроения ни из-за чего-то, просто так, я слышу, что такого не может быть, что обязательно из-за чего-то. Да, да, просто так на самом деле может быть, и мы можем это говорить, что у меня иногда просто нужно побыть с собой. Как бы вы стараетесь, как говорится, через 20 минут я приду в настроении, буду тебя целовать, обнимать, да. И вот смотрите, я не хочу тебя терять, но ты мне дорог, да. Всегда говорите, что на самом деле вы чувствуете, но так к себе обращаться я не позволю никому и никогда. И вот эта тема границ, девочки, она, напишите, актуальна вам или нет, я сегодня, наверное, постаралась такие общие фразы рассказать. И почему именно с этой темы я начала, возможно, если вам интересно, скажите, завтра мы поговорим конкретно о любви или о созависимых отношениях, или созависимости в отношениях. Потому что без темы границ нельзя говорить о любви. Помните, я сегодня в историях вывесила квадратик, да, есть там страсть, есть дружеская любовь, есть там любовь, там, ну, разные типы виду любви. И иногда их путаем мы. Мы путаем созависимость, мы путаем любовь, вот о чём я сегодня говорила, что очень часто бывают вот перипетии и вот эти карпмана-треугольника, кто-то жертва, кто-то спасатель, мы думаем, что я люблю, на самом деле мы жертва, или я думаю, что я люблю, на самом деле я спасатель, или вообще я тиран. И поэтому, если вам важно, актуально, напишите, да, актуально, и, возможно, завтра я выйду в прямой эфир, и именно поговорим о вот этих типах, видах любви, о созависимости в любви. Но нельзя говорить про любовь, не отстроив вот эту самую глобальную или важную основу, тему границ. Потому что границы, вот на них, прям, знаете, когда провожу консультацию, прям в каждой сквозит эта тема нарушения границ. Человек или сам нарушает границы чьи-то, или позволяет нарушать свои границы до такой степени, что просто, знаете, работать, кажется, давайте начинаем с границ, а уже потом докопаемся до ваших проблем. Потому что вот тема границ, она прям фонит через всё, то есть человек не знает, как ему хорошо, человек не знает, что с ним можно, что нельзя делать, человек не знает, как ему комфортно, и что он, ну, ладно. Так, Света пишет, у меня с мужем относительно нормально уже выработаны личные границы, но с сестрой границ вообще нет. Ну вот, видите, иногда с кем-то мы можем границы там выработать, отстоять, здоровые границы построить, да, а с кем-то у нас размытые границы. Но здесь нужно покопаться, да, почему именно с сестрой, потому что, потому что что? Потому что сестра имеет власть, и какую она роль занимает, почему именно она, ну и так далее. Так, Настя пишет, Анжелика прям очень вовремя в тему. Спасибо, дорогая, спасибо. Мне порой страшно от того, когда всё отработано станет. А, ты про что? Про что отработано? Ты имеешь в виду, что про работать границы? Или страшно, что будет? На самом деле, девчонки, поделюсь своим опытом, у меня тема границ вообще была, можно сказать, запущена. Когда я начинала путь своих становлений, вот 6 лет назад я помню, что я в семье не могла проговорить, что мне хочется, что мне не хочется. Я могла знать, что хотят другие, я знала, что хотят мои дети, я знала, что нравится мой муж. Но когда меня спрашивали, что ты хочешь, я могла сказать, ну как тебе, какой тебе чай, ну как тебе, что ты будешь есть, то, что и ты. Понимаете, это вот реально, когда ты сливаешься, это прям, знаете, тебя нету, тебя нету, есть все, кроме тебя. И я не то, что, когда мне первый раз мой наставник спросил, ты чего хочешь, я знала, чего я не хочу, но чего я хочу, я не могла сформулировать. Это было очень сложно. И когда я просто увидела, и он мне тогда сказал, садись и пиши, что ты хочешь, я написала в этот блокнот, чего я хочу, и увидела, что это получилось, там, 10 пунктов, чего я не хочу в своей жизни. И вот это очень часто в нашей голове эти границы, они не сформированы, и очень часто я сейчас работаю очень много с физическим и сексуальным насилием, и это только потому, что в семье не выстроены границы. То есть девочка не знает, что кто-то, дедушка, папа, там, отчим не может заходить в её комнату. А иногда, боже, такие ужасы, что там папа или отчим спят с девочками и потом что-то. Вот, в общем, знаете, столько таких страхов, но это же всё темы границ, дорогие мои. Это ниоткуда не идёт. Если бы изначально выстроены были у ребёнка границы, он знает, где его границы, что к нему никто не заходит, его одежду никто не одевает, там, ну и так далее. Это мелкие вещи, но потом иногда такие мелочи перерастают в большие проблемы. Ну что, друзья, напишите, было ли вам полезно, и если полезно, то пишите на следующий эфир тему, я буду рада завтра или там послезавтра, когда там выйти и с вами пообщаться. Мне было очень сложно лично границы с мужем расставить, он совсем агрессивно воспринимал, но со временем через трудности стало немного легче жить, и ему, да, понравилась гармония, появилась гармония. Очень рада, Светлана, за вас, это на самом деле важно. Я тоже могу сейчас с уверенностью сказать, что с границами у нас в семье сейчас очень нормально. Кстати, по поводу границ, знаете, девочки, это не обязательно в семье. Вот как мы нарушаем или чувствуем границы в обществе, когда мы приходим в кафе. Знаете, иногда чувствуешь, приходишь в кафе и видишь, как хамские люди к официанту, эй, ты, иди сюда, то есть тыкают, да. Ну то есть нету никаких границ вообще, когда музыку там, когда кричат, то есть нету вот этих даже социальных границ. Поэтому очень важно, дорогие мои, с этой темой работать, и про что-то я хотела сказать. А, я про свою семью говорила, да, что сейчас более или менее я могу сказать, что границы выстроены. Почему? Потому что, например, сейчас я провожу эфир, мой ребёнок там 12 лет старше, они знают, что они ко мне не зайдут, потому что у мамы эфир или у мамы консультация никто не зайдёт, я уже знаю, хотя им надо срочно, там, присрочно. Или, например, там, комната, это мамы с папой, без стука никто не будет входить. Ну и многие вещи, когда мои дети проговаривают то, что им важно, и они не боятся открыть, да, что им неприятно, как бы они хотели, что бы они не хотели, и это очень важно. Поэтому, поверьте, вы храните детей от будущих невзгод, когда кто-то придёт и будет навязывать им свои убеждения, свои границы, и у них будет чёткое такое разделение, что нет, это ты, а это я, у тебя своё дело, у меня своё, я живу не для того, чтобы оправдывать твои ожидания, и ты не живёшь для того, чтобы оправдывать мои. Мы отдельные личности, и я не нуждаюсь в твоём совете, пока я об этом не попрошу. И поверьте, вот эти советы, почему говорю, я не даю советов? Только потому, что, когда я даю вам совет, вы потом можете сделать мне ответственность за то, что у вас что-то получилось или нет. Но, когда вы просите совета, тогда я могу дать, да, но дать совет именно как рекомендацию, подсветить куда-то, но не говорить, что вам делать. Так, Светочка пишет, спасибо большое вам за эфир, мне кажется, таким вещам должны в школе. Вот я об этом тоже говорила вначале, что таким вещам должны в школе обучать. Поэтому, дорогие, если вам понравилось, я прошу вас поделиться этим эфиром, в личку, в сообщениям кому-то, кому будет полезно послушать. Ну или давайте так, напишите комментарии, я сейчас сохраню этот эфир в ленте, если я хотя бы соберу 10 комментариев, то завтра выйду в эфир и поговорим вот про созависимые отношения, про виды любви, вообще чуть-чуть поговорим на эту тему в отношениях. А вы, пожалуйста, задавайте свои вопросы, чтобы я могла этот эфир скомпоновать именно из ваших вопросов, из ваших потребностей, из ваших желаний. Тогда будет проще это сделать. Всё, дорогие, спасибо, что вы были со мной, спасибо, что вы... Вот уже Валентина присоединяется, хотя мы уже закончили очень полезный эфир. Делитесь им эфиром, присылайте тем людям, кому важно, тема границ очень важна. Поэтому смотрите, завтра приходите. Спасибо, Настя, спасибо, Лариса, спасибо, Валентина, спасибо, Мариночка, благодарю, благодарю. Вот, ещё кто-то присоединяется, вот, ещё Танечка, да, кажется, присоединилась или была с нами. Благодарю, девочки. Надо на... Вот, Свет, Света у нас тут ещё, благодарю, дорогие. Надо возобновлять эфир и выходить, чтобы как-то общаться. А то скоро у меня вообще с 15-го буду занята и не смогу выходить. Поэтому до 15-го февраля я смогу с вами прям каждый вечер общаться. Только главное, пишите, что вам важно, что интересно. Я буду прям делиться с вами от сердца к сердцу. Так, ещё Елена, большое спасибо, первый раз слушаю вас, Анжелика. Очень приятно, Елена, очень приятно. Пишите в личку, будем знакомы, будем общаться, созвонимся. Рада всем, вы знаете, что я всех вас люблю, благодарю. И спасибо за ваше время, спасибо за ваши комментарии, за ваши сердечки. Делитесь этим эфиром с кем-то, кому он полезен. И приходите завтра, послезавтра. В общем, пишите в комментариях под эфиром ваши запросы и вопросы. И завтра проведём, если соберём людей, кому это интересно. Всё, обнимаю вас, спокойной ночи, хорошего вам завтра дня. Всё, дорогие, с Богом, обнимаю.